сейчас только хотел сказать что ребенок отрубился но по-моему но по-моему она сказала нет папка бодрствую не отрубилась еще но она притихла но они ж маленькие по повозюкаются вот а потом ложатся и отдыхают мы сейчас из-за из таронта выйдем надо будет остановиться пройти с ней вот я еще поснимаю ее на улице вот такая у крохотная такая вот позитивная я зашел в офис вот показать там с вечером вот собачку они просили зашел и на ручках держу вот они все подошли и начали фотографировать вот она ко мне повернулась начала мне лицо облизывать сразу поняла кто папка папка хороший скажи достался нам чувствую что люди будут любить меня обязательно будем любить но вы же знаете как мы улу любили как мы животным относимся так что катя катя звонила прямо телефон обрывала я мы держу на руках вот все в офисе смотрят телефон в кармане катя три звонит в общем сейчас нам надо доехать я конечно буду ехать чуть чуть дольше туда я ехала из монреальна в торонто пять часов тут наверно чуть чуть больше мне придется несколько раз может два на может даже три раза останавливаться но завтра завтра я буду с ней целый день надо надо будет как-то дома так скажем подготовить чтобы все такое что она может грызть чтобы убрать потому что грызет со страшной сделай все я и при привез тут две игрушки вот эту коровку вот она хорошо она сообразила что она пищит все что пищит собакам очень нравится ну и шарик еще такой резиновый мячик такой грызательный с веревочкой внутри привез в общем надеюсь займу ее здесь но во время движения думаю она несколько раз будет ложиться спать потому что спят они много я помню тогда когда я тоже из торонто вез улу тогда я ее на грузовике вез вот тоже такая манюня на улу я вообще смотрел вот сколько я ехал она была на пассажирском сиденье тогда у меня еще пассажирское сиденье было потом вы же знаете я убрал это сиденье выбросил построил там специальную кровать для улана которая она спала и ездила со мной в америку неоднократно мы ездили но я думаю что уму тоже вполне можно будет брать вот сначала надо там чуть подождать конечно они все они с такого сочинячего возраста чуть подождать там прививки все сделать и только после этого может возьму я не знаю как ей будет нравиться ула не ула не любила ула не любила единственная уму конечно можно было хотя бы я не тогда далеко ездил я где-то 45 дней был в пути в поездках а здесь я сейчас если я уезжаю так я уезжаю конкретно на две недели без без безвозвратно вот бывало даже и на месяц безвозвратно но посмотрим посмотрим может быть попробуем но вообще честно говоря надо ее приучать с детства что ула она настолько до была домашняя когда после 4 4 дней я возвращался домой она от радости там чуть из шкуры не выскакивала так она радовалась что-то домой прибежала что она вернулась я еще в тот день когда мы возвращались я еще с утра я говорил ула едем домой она прекрасно понимала она начинала смотреть по окнам где там что вот и она целый день возвращать когда мы возвращались например с нью-йорка она целый день уже ждала выглядывала когда уже мы домой то приедем я уже говорил скоро вообще я с ней разговаривал да не только с ней я всегда со всеми собаками я особо так скажем не общаюсь собакой командами я просто разговариваю вам действительно говорю уверяю вас что они понимают они понимают я не особо не учил там ко мне ну конечно сначала надо научить ко мне но потом я команду ко мне заменял я просто говорил иди сюда пойдем и она все понимала иди сюда и пойдем и ко мне подойди и и домой пойдем домой где мама пойдем к маме все понимал чем больше я сделал вывод чем больше я всегда с собаками общаюсь так вот просто беру и говорю тем больше слов они понимают и я даже специально я учу их собак всегда учил каким-то дополнительным словам отдельным словам так что умочку умочку мы будем тоже самое учить девочка думаю да шо ж такое то по-английски на непонятном рис думает я что вроде русская русская хаски а тут какие-то как я уже сказал она родилась в семье на миши ну то есть хозяева ее родителей были амиши англоязычные думают не поняла я русская собака тут какие-то непонятные языки а тут вот сейчас папка родники на русском заговорил и ощущение вот я вышел уже с ней пройтись на поводочке там как только получил я говорю так пойдем пойдем пройдемся она ходит она такое впечатление очень сообразительная собачка вот еще что я могу сказать сделал уже открытие что она подает звуки то есть ула у нас совсем совсем не любила не не гавкать не она никогда не было чуть-чуть опереться она никогда не выла и она практически никогда не лайла вот для того чтобы она издала какие-то звуки и надо было поощрять вкусняшкой и мы говорили скажи дай тогда она там как-то что-то говорила так она не любила но здесь я думаю что будет она как все хаски издавать какие-то звуки наподобие того что будет у нас весело ребята ладно на сегодня я думаю ну хотя может я сейчас прогулочки но не не буду я вас сегодня сильно загружать завтра из домика мы вам покажем как мы как мы обосновались и как она себя ведет дома все ребята до завтра у вас тем более сколько время у вас уже вечер так что я думаю до завтра можно потерпеть все всем пока с уважением богдан и ума